Всем привет! Теннисный канал Шанс подняться. Превью на полуфинальный матч турнира в Париже, где встретится Новак Джокович, Григорь Димитров, Рафаэль Надаль, Денис Шповалов. Начнем с первого полуфинала Джокович Димитров. Джокович очень-очень качественный теннис показал с Стефаносом Цицефасом, с которым сравнял счет личных противостояний. Но это как бы не самое главное, но как факт, что он все-таки уступал ему 1-2 по личным встречам. И самое главное, что качество тенниса было очень высоким, что лично я увидел. Я вчера стримил этот матч, смотрел вот и до. И мне понравилось все, что делал Новак Джокович на корте для того, чтобы не стерилизовать игру Цицефаса, встречать мяч раньше, не давать успеть разогнать игру Цицефасу. Потому что последнее время, когда я смотрел их личные встречи, я быстро скажу об этом, все-таки у меня было ощущение, что Джокович проигрывает только потому, что он дает Цицефасу разогнать игру, дает ему время и так далее, далее, далее. В той игре, во вчерашней конкретно, Новак этого не давал, показал высочайший класс, играл первым номером, постоянно давил, атаковал. Ну и как итог, 6-1, 6-2, разнос Цицефасу мне очень понравилось, как Цицефас нервничал, психовал. Ну, оно, на то были причины. Поэтому в первых двух матчах мы думали, я думал, многие думали, что Новак как-то, как-то играет, то ли расхлябана, то ли развалена, то ли расслаблена на одной ноге, непонятно как. И в интервью, еще раз я повторю, он говорил, я последние несколько дней себя не очень хорошо чувствовал. И я думал, что это повод для того, чтобы слиться с турнира, например, Цицефасу. А тут такая уверенная и качественная игра. Ни единой улыбки, ни единой какой-то эмоции на лице Новака не было во время матча. И только максимальная концентрация, что очень радует. По этому, я думаю, что в матче с Григором Димитровым, который обыграл Кристиан Агарина, которого, по моему мнению, он и должен был обыграть, потому что манера игры слишком хорошо хардовая у Григора. По минусовой форе, ну, он так и сделал. Хорошо, не об этом речь. Димитров обыграл Тима и Гафена, что говорит о том, что он тоже в хорошей форме пребывает. Но обильная история личных встреч, в которые Новак Джокович уступал только один раз и более десяти выигрывал. Я сейчас не буду считать точно сколько, но там конкретное доминирование от Новака Джоковича. Он точно знает, что делать с Григором. И я думаю, что раз уж он показал такой качественный теннис, такой настрой, то все-таки у Григора Димитрова нет шансов. Фора минус два, как обычно по геймам на Новака Джоковича. Я считаю, выглядит оптимально здесь и даже можно на это поставить. Но уж никак я не вижу такой расклад, что Новак будет проигрывать матч, при том, что он показал слишком качественный теннис вчера и сегодня как-то просядет и уступит. Даже если Димитров будет играть в свой лучший теннис, все равно где-то в борьбе на решающих мячах Новак должен показать именно свой класс, свое чемпионство. Недаром он чемпион 16 турниров Большого Шлема. Фора минус два по геймам, ожидаю проход в следующий раунд. Финал на Рафу Нодаля Новака Джоковича. Спойлер немножко был, потому что я думаю, что Нодаль победит, но это логично, так думает и букмекер, и все ставочники планеты и так далее. Плюс Новак имеет еще раз теоретические шансы сохранить звание первой ракетки по итогам сезона, но, как по мне, скорее всего не сохранит, потому что Рафа должен для этого как-то сносно выступить здесь. Он уже практически в финале. И на итоговом турнире тоже, скорее всего, Рафа не ударит грязь лицом. Поэтому еще раз, скорее всего, у Новака все-таки будет вторая строчка по итогам сезона. Но шансы есть, и я думаю, что Новак теоретически все равно об этом как-то подумывает. Рафаэль Нодаль, Денис Шаповалов, 1-1 в счет личных встреч. Очень интересно сложилась их история. В 2017 году Шаповалов на турнире, если не ошибаюсь, в Монреале, сейчас посмотрю, да, в Монреале, выиграл на решающем тайтбрейке Рафу Нодали. Далее, в 2017 году Рафа обыграл на грунте. И Дениса очень уверенно, легко. Но грунтовые встречи мы не считаем, потому что Рафа на грунтовых кортах, это как бы, ну, просто по умолчанию лучший теннисист планеты, если у него не какой-то отвратительный сезон. Поэтому Рафа Нодали уверенно обыграл Жоу Вилфреда Цонгу, который играл дома, который очень хорошо подавал, бил мощными ударами с Форхенда и так далее. Рафа все это сдержал, выиграл 7-6. Стик очень показательно выиграл второй сет, вывел Цонгу на усталость, на ошибки и так далее. Ну и в классической для себя схеме во втором сете он добивал. Что Шаповалов в матче с Манфисом прогулочным режимом спокойно, уверенно обыграл Манфиса? Ну, не то чтобы я не думал, что Манфис настолько безвольно проиграет Шаповалову, но этим он меня удивил. Денис показал качественный теннис, Манфис нет. Манфис нет, и это странно, потому что он мог теоретически попасть на итоговый турнир, если бы победил. А так на итоговый попадет Беретини, и, в общем-то, наверное, заслуженно, потому что итальянец как минимум трудяга, работяга, и тоже имеет хорошие какие-то шансы потрепать нервы уж точно. Если сам не занервничает, не испугается. Я, честно говоря, не испытываю каких-то ожиданий, каких-то сенсаций. Ну, скорее всего, в финале встретится Новак Джокович Рафаэль Надаль, потому что слишком хорошо чувствует себя и Надаль, и Новак, конкретно по последним матчам, по увиденным. Рафа обыграл Вавринку, Монорина. До этого обыграл Раунича, но это было на другом турнире. Ну, в общем, честно говоря, Вавринка и Цонга – это отличная проверка. Ладно, Монорина я списываю. Все равно, как бы, игрок немного не по масти, хоть и навязал хорошую борьбу, показал хороший теннис. Рафа чувствует себя прекрасно и будет раскатывать Дениса по всему корту. Если он сможет это сдержать, да, он сможет какую-то максимальную плюсовую фору выдержать, но, понимаете, это Рафа Надаль, и даже вот, опять же, в матче с Цонгой, который очень хорошо подает, Рафа все равно выиграл сет 6-1. Поэтому, если Рафа начнет раскатывать на задней линии Дениса, выводить на ошибки, то шансов очень мало, и, скорее всего, 2-0, опять же, минус 2 по геймам Рафа. Ну, смотрится оптимально. Если на это ставить, в любом случае, ставьте всегда ответственно, аккуратно, не надо входить в какой-то кураж. В данный момент, кстати, играет Светолина Бенчич, благополучно они идут на тотал больше. Но я, к сожалению, не успел на эти полуфиналы записать ролик. По высоким коэффициентам ставить вы можете по ссылке в описании, там есть промокод на получение бонуса за 9100 рублей, так как вы скачиваете установки приложения, получаете удовольствие от бейтинга, прежде всего, а не какие-то негативные эмоции. Ну и любите теннис, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Всё, пока. Прости, что так вот впритык, но как получилось. Сегодня турнир играл, поэтому... Поэтому, кстати, проиграли там всем, но не буду рассказывать об этом. Это печально, негативно. Всё, пока.